Ехали к Свято-Михайловскому храму в Климовичах. Построен он в 1867 году в стиле позднего классицизма. Старинный храм. Здесь какие-то могилы на территории храма. Кресты. В годы Великой Отечественной войны она была частично разрушена. А восстанавливать храм начали с 1950 года. Покой, Господи, здесь лежавших православных христиан. Наш храм построен в 1867 году. Является памятником архитектуры. Наш храм никогда не закрывался. В 1838-1939 годах, когда были репрессии, один комсомолец пытался срезать кресты. Но свалился и разбился. Но потом все равно в 1939 году они срезали кресты и повесили здесь просто амбарный замок. В 1941 году пришли немцы. Прямо на Рождество Христово они открыли наш храм. Открыли храм. Здесь вся территория была в колючей проволоке. Колючая проволока. Старие иконы старинные. Да, была колючая проволока. И здесь они держали огромное количество военнопленных. Но они открыли храм и разрешили вести службу партизанскому батюшке Пётру Макарову. Почему был партизанский батюшка Пётру Макарову? Потому что женщины приходили на службу сюда. Здесь же военнопленные были. Он под видом венчания. Венчал их и молча уводили их в леса. У нас есть телеграмма. Я вам сейчас покажу фотографии. Телеграмма Сталина есть у нас. В час ночи прямо партизанскому батюшке Пётру Макарову. Вот это да. Также в нашем храме, потом я вам покажу эти фотографии, есть чудотворная икона. Идёмте туда. Которая написана на горе Афон. Вот это Иверская, да? Да, Иверская чудотворная икона. Которая написана на горе Афон. Вот здесь даже. Как она у нас оказалась, мы не можем сказать. Вот здесь даже сия икона написана и освящена на святой Афонской горе. Архимандрит. Святую при пророке, вот настоятель Архимандрит Гавриили из братьев в 1899 году. Когда празднество Иверской? Иверская икона, да, оно два раза. Два раза, да. Это самое Иверская икона. Ну а историю её вы знаете, да? Да, Иверская икона, и Акафист. Да, и она ещё называется Вратарница. Вратарница, Вратарница. Вот это наши чудотворные сторожины наши. Спасибо, Господи. Сторожи рассказывали, что в какой-то праздник, ну, за своим небесной, конечно, умерли все бабульки наши, сама в какой-то праздник сама лампадка возгорела здесь возле неё. А вот в наши, два месяца тому назад, ну, где-то так прошло, заходит сюда женщина одна и плачет, плачет. Я говорю, а что случилось с вами? Она говорит, у меня внучок Гомеле, у него онкология болен. Где-то девять или десять месяцев было мальчику. Да, а что мне делать? Я вот не знаю, что делать. Ну, я ей вот рассказала про историю иконы, да, вот всё, подвела её сюда, вот молитвочку. Почитать. Да, она пересняла её, я дала маленькую иконочку, была у нас. Крестики. Вот, людям помогает. Да, помогает. И что же вы думаете, прошло время, вот так вот дверь этого храма открыли, это у нас служба была, да, никого не видно, просто пук огромный роз в дверях. Принесли иконы, да. Да, и заходит, потом появляется человек из-за этих роз женщина. Ясно. И подходит ко мне, говорит, вы меня не узнали? Я говорю, ну, время-то да. Ну, конечно, много же приходят люди. Она говорит, это я та бабушка, что внучок Гомеле. Я вот принесла 33 розы. Представляете, 33 розы она принесла Богородице и говорит, внучок исцелился. Врачи в шоке были. Как произошло. Вот оно, вот видите, какое чудо. А, сейчас я покажу изначально. Это старинная фотография. Вот, Никодаш Храм. Видите, какой он был, в том же и остался у нас. Только что вот это они, когда меняли вот эти купола, да, ну, уже старые были, но только именно точь-в-точь, чтобы сделали. Точь-в-точь. Вот это, видите, вот такой вот. Еще наши, видите, молоденькие эти, липы-липы молоденькие. А уже высохли. А уже, да, да. Столько лет, скажем. А вот здесь уже, как эти, как их зовут? А, нет, вот они. Коммунисты, коммунисты, коммунисты. Это же, видите, немцы нам прислали. Коммунисты кресты срезали. Все, вот так стоял он. Ясно, без крестов. Без крестов. А здесь вот уже... Кресты ему мешали. Да, мешали. А вот, смотри, это нереально. Какое количество. Представьте себе. Немецкие он на танке, немцы сидят. Да, и военнопленные. Это нереально. О, смотрите, как они здесь все помешались. Да, да, да. Вот. Вот это, да, спасибо. А дальше у нас, вот здесь, смотрите, видите, это все немцы прислали, сохранили. Вот здесь вот полностью была роспись. Роспись. Вот этот, видите, идет сторона. Вот здесь, где бурю останавливают, здесь благословение детей было. Вот. И, ага, о, как красиво. А у нас же нет этих самых, не было, закрашивали, здесь все, не было реставраторов. И вот идите сюда. У вас иконы красивые здесь. Так все же там старинные. Смотрите. Старинные. Вот здесь вот, вот заметьте сюда сами, кружок, видите? Да. И что-то такое, как типа лик. Какой лик. Идемте сюда. И вот сейчас найдете вы или нет. Сколько они закрашивают, проявляется и все. Проявляется лик. Идите сюда. Вот оно, видите, вот оно. Так, и вот смотрите, нашли? Ну вот здесь вот, в кружке. В кружке, видите, как глаза. Вот. Ну, вы заметили? Вот оно. Да, да, да. Что здесь было, никто не знает. Если вот кто, вот интересно, а что было, неизвестно. Не, неизвестно. И поэтому ничего не расписывают здесь, да? Да, нет. Может здесь Архангел Михаил? Да нет, вот здесь, видите, вот как немцы, нет. Вот здесь, видите, всюду была роспись. Да, да. Вот они стоят, всюду роспись. Но, видимо, все, когда ремонт был, все это закрасили. Реставраторов не было. Ну, иконы просто повесили. А здесь, видите, неизвестно, что было. Вот немцы как сфотографировали вот этот кружок. Он так и остался. Так и остался. И вот что ни делай. Глаз один виден, да? Да. Мне так два вот с этой стороны. А, да, 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 видно, да. Вот оно. Ничего себе ничего. А не понять, что здесь было? Господи, вы видите, вот проявит постепенно. Мы бы и не знали. Да, спаси Господи. Это же немцы, вот они. Интересно. Была, ну, куда поздравлять его. Настоятель храма. Да, да, да. Света Михайловского в Клинице. Священный Иннокентий. Он благочинный. Я его запишу в помянник. Вот, благочинный. Благочинный. Вот это его поздравляли тогда. В 30-летие. Впереди было служение его в храме. Так он монахом? Монахом? Ну, совершенно иноком. Инок. Инок. Он неполный такой монахом, но он служит здесь. Инок, понятно. Ну, всю жизнь в Ленинграде духовную академию закончил. Вместе учился владыка на Сафронии. Вместе, да? Только он старше его был на курсе, а не вместе. То есть его поминать, как священный Иннокентий. Иннокентий. А так он Николай Иванович. Николай так он. Вот. Это самое здесь. Священный Иннокентий, да. Хорошо. Ну, здесь вот это когда владыка к нам пришел, вот приезжал. Владыка в Голинях был на Успении. А на Успении. А сегодня, может, в нашем сецарицинском служит, потому что она же престольная. Да, престольная же сегодня. Это воскресная школа наша здесь. А это фестиваль был, Слово Христово у нас православный. С России, с россиянами. Приезжают люди. Да, приезжают с России. Это россияне здесь. Ясно. Спасибо, Господи, за такую информацию для группы. Это с воскресной школы ездили же всегда. Все объявили. А это отец Андрей, что у нас был. Ну, этот, который сейчас в этом храме. Что построили? Где? Как там? Преображен? В женском. Да, что там? Ну, Андрей этот. А, да, знали его. Шеварин, Шеварин, Шеварин. Да, отец Андрей наш. Шеварин этот. Сейчас служит у нас рядом, да. Спасибо, Господи, за информацию. Престольная икона ваша. Архангел Михаил, моли Бога о нас. Перекрещусь. Недалеко от храма построена у нас воскресная школа для деток, да? Да, да. В каком году? Ой, это уже сколько? И лет 15 наших. О, так уже там маленький такой домик. Вот. Красивый. Детки много ходят детей. Ну, тогда, когда они это самое... Сейчас вот эти самые первые дети, да, уже замуж, поженились. У них свои детки уже, да. Дети уже приводят свои детки. И одна у нас, Таня Сибарова, она матушка, вышла замуж. Вот там. И там где-то в комнатной области. Ну, а сейчас уже ходят где-то те же выпуски уже прошли у нас. Как у вас здесь замечательно. Ну, это здесь вот для детей душевая, там, туалет, все это сделано. И это классы, пианино. Да, пианино здесь вот. Вот работа детей. Даже в Москву. Ой, как красиво. Дети, которые не посещают художественную школу. Школу рисовали. Слушайте, ну это красиво очень. Стои Богородицы. Вообще замечательно. Такие работы. А это Рождество. Да, да, да. Вот они. Старинный крест какой-то. А это же наш. Снятый, да? Сняли, да. Это в пустынку повезем. Ясно. Туда в пустынку повезем. Да, детки молодцы. А здесь вот такая, видите, наша фарма. Выступали, да? На празднике. Так и себя, и мы их режем, все, распятия нарисовали. Замечательно. А вот это, кто такую картину сделал в вашей фарме? Это в музее нам сделали. В музее? Да, да. Красота, красота. Ой, вы видите, дети, вот. Замечательно. А что у вас там на втором этаже? А на втором этаже, я сейчас покажу. Ну там есть отопление, ну просто отопление еще нет. Проводится, да? Да, там это вот поделки. Да, конечно. Вот. Замечательно. Наверное, какие-то концерты ставите, да? Выступают, ну что, даже. Постоянно. На Пахару, на Рождество, на Пасху. Даже вот видите, вот они, дипломы детей, это вот на участие. Детки уже ждали, да, возносите на Рождество, вон, диплом на коллектив воскресенье. Вот они, первой степени, на Плеенко. Дети талантливые, молодцы. А какие стихи пишут, они вы что? Вообще замечательно, молодцы. Детей надо так вот, понимаете. А это вот иконочка, я грижу, у нас такая монастырия. Да, это Георгий Каниско. Да, 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 наш. Георгий Каниско. Георгий Каниско. Это вот по краницам. Сам вырезал. Вырезал, да. Замечательно. Старинная какая-то икона. Да. Святая Троица. Святая Троица, да, старинная. Детям играть на втором этаже. Да, ну это будет здесь. Этот как бильярд и теннисный корт. Да, да, теннисный. Всё ясно. Ещё одна комната, да? Да, а там будет это самое. Здесь ещё будут. Это комната отдыха. Телевизор батюшка купит. О, в картины. Красиво, да. Отдыхать можно, правда? Отдыхал, батюшка сам. Ага, Божьей милости, духовной радости, крепости, духовных и телесных сил на многое блага и лето. Храни Господь. Отца Иннокентия. Да? Да, да. Мы прощаемся с замечательным храмом города Климовичи. Святого Архангела Михаила. Мне подарили иконочку Архангела Михаила. Он благословил нас на этот путь сюда. Святая Архистратижа Божия Михаила, моли Бога о нас. И о всём приходе этого замечательного храма старинного. Его бизнеса. Спасибо. Поехали. Я хочу